Ассоциация Татар и Башкир Казахстана Воскресные школы по изучению татарского языка, татарской культуры, литературы и традиций Но прежде чем говорить о деятельности Ассоциации, я думаю, необходимо подчеркнуть важность и исключительность такого института, как Ассамблея народа Казахстана И сейчас, в год 20-летия Ассамблеи, мне кажется, все казахстанцы понимают важность этого института И должно хочется отдать всем средствам массовой информации, за то, что они так активно освещают деятельность Ассамблеи Потому что народ должен знать уникальность, понимать работу Ассамблеи и основные цели ее Прежде всего, это сохранение межэтнического согласия А для нас, казахстанцев, это очень важно, тем более с сегодняшними не совсем хорошими моментами на Украине и по отношению к России Поэтому мы должны знать, что для нас, казахстанцев, для нашего независимого государства, эталоном и главной целью существования должна быть независимость И, точнее, единство и согласие всех этносов, живущих на нашей территории Что касается истории переселения татар на территорию Казахстана, то здесь нужно выделить три основных этапа Первый — это XVI век, когда разрушилось казанское ханство и шла массовая христианизация народов России Естественно, для татар, живущих на территории тогда еще существовавшегося казанского ханства Ничего не было, не было никаких возможностей сохранить свою национальную идентичность, свой родной язык И прежде всего веру, как переселиться на другие территории Переселение шло постепенно, изначально татар выслали за 30-40 километров от Казани Дальше уже татарам ничего не оставалось, как переселиться на территорию сейчас нынешнего северо-западного, западного, северного и северо-восточного Казахстана И поэтому по сей день именно в западном Казахстане и на севере, и на востоке у нас самые большие татарские диаспоры Это Уральск, Петропавловск и Семей Семей по-латинску называют даже маленькой Казанью Второй этап переселения это период присоединения Казахстана к России Это 18-й уже век И здесь российскому правительству было очень важно, чтобы казахский народ, скажем так, дружил с народами России И они даже сами заставляли переселять татар Переселяться татар на территории нынешнего Казахстана Поскольку было очень много общего между нашими народами Это прежде всего язык Язык татарский и казахский очень похожи Туртские языки и одинаковое вероисповедание Еще раз повторюсь, для татар и для казахов было очень важно сохранить ислам А в тот период шла массовая русификация и христианизация И третий период это годы освоения Целины Когда в Казахстан переселялись и русские, и украинцы, и татары, и белорусы И поэтому мы сейчас обладаем таким большим разнообразием национального состава нашего населения И на протяжении вот этих лет освоения Целины И несколько лет позже То есть во время существования Советского Союза Девизом праздника 1 мая всегда были Мир, труд, май Это стихи поэта Маяковского И этот день считался днем солидарности трудящихся И имел такую политическую окраску Сейчас для нас, живущих в независимом государстве уже более 20 лет 1 мая ассоциируется прежде всего с днем единства народов Даже не народов, а народа, потому что народ у нас один Народа Казахстана И для меня, как практически ровесницы Я на два года, на год старше Точнее младше независимости Для меня этот праздник ассоциируется именно с единством Поэтому хочется, чтобы и на протяжении еще многих лет 1 мая для нас было праздником единства народа Казахстана Поздравляю всех казахстанцев с этим замечательным праздником И желаю, чтобы мы всегда жили в мире согласии И были едиными И чтобы мы достигли тех целей, которые перед нами ставит государство Продолжение следует...